Лейб Гвардии Гусарский Его Величество полк Гвардийский гусарский полк армии Российской империи Организационные этапы существования полка В конце 1774 года императрица Екатерина II повелела князю Г.А. Потемкину сформировать для службы при ее величестве Гусарский эскадрон в составе 130 человек и две казачьи конвойные команды Эскадрон поименован Лейб Гусарским, а казачьи команды одна Донской, другая Чугуевской и повелена состоять им при высочайшем дворе В апреле 1775 года эскадрон был составлен из черного, желтого, сербского, молдавского, валашского и венгерского гусарских полков и пополнялся вольно определяющимися из дворян, лучшими людьми армейских полков и иностранцами красивой наружности и высокого роста В течение всего царствования Екатерина II эскадроны конвойные команды несли охрану ее величества 18 ноября 1796 года из Лейб Гусарского эскадрона Казачьих конвойных команд и находившихся в составе Гатчинских войск Гусарского полка и казачьего эскадрона Сформирован сводный Лейб Гусарский, казачий полк с правами и преимуществами Старой гвардии В полку было два гусарских и два казачьих эскадрона 15 апреля 1797 года был сформирован 3 гусарский эскадрон 24 января 1798 года Лейб Гусарский, казачий полк был разделен на два полка Гусарские эскадроны составили Лейб Гвардии, гусарский полк, а казачий Лейб Гвардии, казачий полк 9 сентября 1798 года Лейб Гвардии и гусарский полк был переформирован в два батальона пяти эскадронного состава По вступлении на престол императора Александра 1 полк был переформирован 29 декабря 1802 года в пять эскадронов и занял казармы в Красном селе и Павловске 6 января 1813 года полк был переформирован в шести действующих и один запасный эскадроны По возвращении в Россию из заграничного похода в 1814 году Лейб Гусары расположились в царском селе и запасный эскадрон был упразднен 22 апреля 1818 года Великий князь Александр Николаевич был назначен шефом Лейб Гвардии и гусарского полка 6 апреля 1836 года из бессрочно отпускных нижних чинов был сформирован седьмой запасный эскадрон 25 января 1842 года приказано иметь кадр для восьмого запасного эскадрона 1848 году седьмой запасный эскадрон был назван резервным и сформирован восьмой запасный эскадрон 19 февраля 1855 года по случаю восшествия на престол императора Александра II, бывшего с 1818 года шефом полка Полку Павелена было именоваться Лейб Гвардии и гусарским его величество полком 1856 году Лейб Гвардии и гусарский его величество полк был приведен в состав четырех действующих и один резервного эскадронов 27 июля 1875 года резервный эскадрон был переименован в запасный В царствовании императора Александра III и 6 августа 1883 года полк был переведен в шестиэскадронный состав А запасный эскадрон переформирован в отделении кадра гвардейского кавалерийского запаса 4 марта 1917 года полк был переименован в Лейб Гвардии гусарский полк, а 8 мая 1918 года расформирован Во время гражданской войны полк был возрожден в вооруженных силах Юга России Первоначально эскадрон полка входил в сводногорскую дивизию 30 декабря 1919 года взвод эскадрон полка входил в сводную кавалерийскую бригаду С начала января 1920 года взводно-гвардейский кавалерийский полк 1-й кавалерийской дивизии А по прибытии в Крым 16 апреля 1920 года Лейб Гусары составили взвод гвардейского кавалерийского полка В белом движении полк потерял 10 офицеров В эмиграции во Франции было создано полковое объединение, входившее в РОВС не напрямую, а только как член гвардейского объединения На 1949-1951 год объединение насчитывало 26 человек На 1958 год – 21 человек К 1962 году – менее 10 человек Причудателями объединения Лейб Гвардии и Гусарского полка состояли генерал-майор Д.Ф. Левшин и генерал-майор Гаишевич Участие в боевых действиях Наполеоновские войны 2 июня 1807 года Полк отличился под Фридландом Дероссийская армия, тем не менее, потерпела одно из самых сокрушительных поражений 26 августа 1812 года Полк в составе 1-го кавалерийского корпуса генерала Ф. П. Уварова отличился в Бородинском сражении Русско-турецкие войны От 11 до 29 сентября 1828 года участвовал в осаде Варны От 12 до 16 октября 1877 года Сражение у деревни Телиш От 2 до 5 января 1878 года Бои под Филипополем Первые успехи русской армии Переправа через Дунай Взятие городов Никополяя Тернова Но на нашем правом фланге произошли поражения Когда осман Паша перешел из города Ведина в плевну и обрушился на русские войска До прибытия подкреплений русская армия перешла к обороне А 22 июля была 1877 Объявлена мобилизация части гвардии В том числе и 2-м гвардейской кавалерийской дивизии Которой состоял лейб гвардии Гусарский Его Величество полк Войска были отправлены эшелонами по железной дороге до станции Жмиринка Где находился сборный пункт для прибывающего подкрепления Прибыв 20 августа на границу Румынии в местечко Скуляны Вся дивизия выстроилась для смотра Произведенного начальником дивизии генерал-майором Гурка 24 августа генерал Гурка во главе своей дивизии перешел через реку Прут на территорию подвластной Турции Исследовал форсированными маршами до реки Дуная Минуя Рымник и Фокшны Вспоминая славные походы времен Суворова и Дебича Пройдя через Бухарист полк прибыл в Емницу на берегу Дуная 11 сентября Перейдя через Дунай наши войска направились через Болгарию И 17 сентября дивизия остановилась в Горном студне Где была главная квартира государя-императора Который и произвел смотр прибывшим войскам Действующая русская армия под верховным командованием Великого князя Николая Николаевича Старшего разделилась на три отряда Восточный был под командованием наследника цесаревича Южный под начальством генерала Родецкого Западным командовал князь Карл Румынский Имея помощником генерала-дъютанта Татлибина Турецкая армия имела разделение на три группы На юге на Балканах находился Сулейман Паша На своем восточном Рущукском направлении находился Абдул Керем Паша А на западе Осман Паша Приходилось воевать осенью и зимой при затрудненном подвозе Для прекращения снабжения турецкой армии Следовало перерезать Софийское шоссе и обложить город Плевну Плевне находился с войсками своими Осман Паша Дивизия шла по указанному направлению По бригадной залейб-гвардии Гусарским полком шла славная пятая батарея Затем следовали лейб-драгуны Дойдя до Далыен-Липницы Все остановились там до 6 октября В то время генерал Гурка назначен был начальником всей кавалерии Контролируя доступы к Плевне Продвигаясь к Плевне Движение замедлилось Полк встретил третью гвардейскую пехотную дивизию Узкие тропы Овраги леса задерживали продвижение На подходах Ближе к Плевне Полк вновь поступили под начальство генерала-дьютанта Гурка В этом районе Кроме осаждаемой Плевны Находились укрепленные места Горный дубняк Дольний дубняк Тилиш окруженный редутами и укреплениями Таковые необходимо было взять для дальнейшего продвижения В этом районе находились крупные турецкие силы и осман Паша с 35 тысячами войск Против них находились войска под начальством генерала Гурка кавалерии И под начальством генерала Скобелева русская пехота 10 октября была произведена большая рекогностировка между Тилишем и Дольным дубняком 12 октября был дан приказ войскам перейти на Плевно-Софийское шоссе Занять позиции горного дубняка и сомкнуть блокаду неприятеля в Плевне 2-й бригаде 2-й гвардейской кавалерийской дивизии Лейб-гвардии егерскому полку Нашим батареям и сотне казаков выступить и атаковать позицию села Тилиша В то время Лейб-гвардии гусарским его величество полком командовал непосредственно флигель-эдитант барон Мейендоров Начальник дивизии приказал нашей бригаде 5-й конной гвардейской батареи Следовать под общей командой флигель-эдитанта баронами Ендорфа до сборного пункта И, соединившись с егерями поступить под общую команду их командиров флигель-эдитанта полковника Чилищева Полночей ковид была передена в брат и в 3 часа утра полк подошли к Тилишу Согласно приказу генерала Гурка, Лейб и Гирям было приказано атаковать Тилиш в лоб Лейб-гусарам с четырьмя конными орудиями раскрыть силы неприятеля и действовать на его правый фланг Прикрывая и поддерживая левый фланг Гирей Лейб-драгуном с двумя орудиями занять высоту Рукитну и охранять тылый фланг всего отряда В случае обхода, гусары с четырьмя орудиями под командой баронами Ендорфа пошли на полных рысях К Тилишу, в трех верстах были огромные кукурузные поля, турки стреляли усиленно, егеря продвигались вперед Пятая батарея открыла огонь, лейб-драгуны направились к ракитной высоте Егеря интенсивно продвигались вперед, лейб-гусары прорвали первую цепь и преследовали турок Но потом, под сильным оружейным огнем вернулись обратно В восьмом часу егеря вышли в кукурузное поле, но несмотря на чудеса храбрости, потерпели большие потери Пятая батарея и лейб-гусары атаковали турок и обратили таковых в бегство Но в два часа дня, согласно приказу, произведен был общий отход Егеря со знаменами возвращались обратно, но 12 октября Тилиш взять не удалось Горный дубняк был взят 13 октября павловцами и турецкая линия плевна София была перерезана Взято было много пленных Турецкие обозы стали отступать, а орудия пятой батареи и лейб-гусары своими стремительными атаками прикрывали отступление егерей Драгуны же сбивали и принуждали к отступлению турок при ракической высоте Знамена егерей были встречены трубачами лейб-драгуны и лейб-гусары А командир бригады барон Мейендоров скомандовал смирно Сабли вон, ГГ Офицеры с 13 по 15 октября турки усиленно укрепляли Тилиш Лейб-егеря залечивали раны, но уже 16 октября начался второй бой за Тилиш Фронтом к Тилишу слева стали лейб-уланы, а справа конно-гренадеры Уланы карьером атаковали, но осыпаемые пулями спокойно и стройно отступили Русская артиллерия все время стреляла по противнику Башебузуки шейки отошли на выручку Тилиша, но после произведенной атаки стали быстро отступать Вскоре над Тилишем поднялся белый флаг На убегающих тогда опустились лейб-гусары и все части, окончив удачно 16-го эту операцию Соединились на Бивуак в деревню Свинар За эти дни боя осман Паша потерял более 5000 человек И подвоз его армии был перерезан и прекращен После падения указанного укрепленного участка Командование решило осаждать плевну, а другие части направить через Балканы 24 октября государь объехал гвардейские полки под пленой И благодарил за славное дело под Тилишем Лейб-гвардии гусарский его величество Полк получил знаки на головные уборы с надписью За Тилиш 12 октября 1877 года 26 октября получено было известие, что часть войска А в том числе и 2-я гвардейская кавалерийская дивизия идут на Балканы Конно-гренадеры заняли город Рац 3 ноября Лейб-гусары и 5-я батарея праздновали праздник в деревне Яблоница Откуда было послано поздравление Лейб и Герям Полк начал вступать в предгорья высоты Твердынь, покрытых снегом и льдом Из Яблониц Лейбулана и Лейб-гусары с 5-й гвардейской конной батареей В составе главных сил под командой графа Шувалова совершили первый переход к городу и тропу ЛГС 19 ноября стояли в Архане, где начинались крутые подъемы 29 ноября все мы узнали о падении плевны И для всех начался забалканский поход Подъем от города в Рачеш был весьма тяжелым Был сильный мороз, начались метели в юге, кругом горы леса По узким занесенным тропам лошади скользили Многие падали в ущелье Людям часто приходилось греться у костров Пройдя араб-канакскую позицию турок Город Умургач, после которого начался крутой спуск Иногда еще более трудный чей прошедшие подъемы Приедя в Желяву, дивизия оказалась в богатой Софийской долине И атаковала укрепленную деревню Ташкисин 20 декабря кавалерия была послана из Комарцова на Петричева А турки отступили на деревню Смольская Рождество было встречено в деревне Раковица Начался переход через Малые Балканы Тремя колоннами из Софии на Филиппопольское шоссе На Бутово и Мечку В долину реки Марицы Впереди каждой колонны находилась и бригада гвардейской кавалерии Вторая находилась в средней колонии вместе с артиллерией Лейб-гвардии гусарский его величество Полк проходил через Приобрин 1 января 1878 года Долина реки Марицы Деревня Курукни была гусарами очищена от турок И вскоре мы увидели в трех верстах город Филиппополь Второй эскадрон полна захватила босс неприятеля в деревне Строева А потом выйдя на Карловское шоссе 3 января двинулись на Филиппополь И ночью же заняли часть города 9 января кавалерия стала обгонять пехоту генерала Скобелева И 11-го подошла к Адрианополю Генерал Докторов, начальник кавалерийского авангарда Встретил нашу дивизию при въезде в этот город 14 января Лейб-гусары остановились в городе Родоста на Мраморном море 22 января было получено известие о перемирии Но большей части войск пришлось оставаться почти 7 месяцев на берегу Мраморного моря И только больных разрешено было отправлять обратно в Россию Происходили обучения, смотры и только 2 августа части стали грузиться на пароходы для отъезда на родину Польская кампания 5 мая 1831 года Бой у деревни Соколова от 25 до 26 августа 1831 года Штурм Варшавы Японская война 1905 года 1905 год В ходе войны на Дальнем Востоке Туда отправлялись отдельные корпусы и дивизии для пополнения манжурских армий Гвардия, как и большинство армейских корпусов в Европейской России Оставались на мирном положении Многие господа офицеры Лейбгвардии Гусарской и Его Величества полка перевелись в действующую армию по собственному желанию Полковник Плаутин командиром Терского Кубанского Койного полка Штабе Ротмистер Наркозов во 2-й Верхний Удинский полк Поручик граф Зелепольский в Сибирское казачье войско Поручик Фридерице в 1-й Нерчинский казачий полк Корнет Нарышкин в Нерчинский казачий полк Корнет граф Стенбок Фермор в Приморский драгунский полк Корнет Гревес в Терско-Кубанский конный полк Корнет Раоп 1-й Нерчинский казачий полк Корнет граф Толстый в Терско-Кубанский конный полк Корнет Князь Масальский в Терско-Кубанский конный полк Корнет Раевский в Черниговский драгунский полк Корнет Греве в Терско-Кубанский конный полк Корнет граф Бениксин во флот Корнет Смецкой отправился с пулеметной командой Корнет Скалой с запасом Восточно-Сибирский стрелковый полк «Первая мировая война» полк в составе 2-й гвардейской кавалерийской дивизии отправлен на Северо-Западный фронт, участвовал в Восточно-Прусской, Ладзинской и Сейнской операциях изменения в форме и вооружении. Знаки отличия. Георгиевский штандарт с надписью «За отличие при поражении и изгнании неприятеля из пределов России» 1812 года. 23 георгиевские трубы с надписью «За Варшаву» 25 и 26 августа 1831 года. Знаки на головные уборы с надписью «За Телиж» 12 октября 1877 года. Знаки на головных уборах с надписью «За Ташкисин» 19 декабря 1877 года. Шеф и полка 7 ноября 1796 года 13 сентября 1802 года. Подполковник Калагриевов Андрей Семенович 13 сентября 1802 года 24 апреля 1807 года. Генерал от кавалерии Людвиг Герцог Вюртембергский 24 04 24 октября 1807 года. Генерал-лейтенант Калагриевов Андрей Семенович 29 октября 1807 года 22 апреля 1818 года. Генерал-майор граф Витгенштейн Петр Христианович 22 апреля 1818 года 1 марта 1881 года. Великий князь Сосаревич Александр Николаевич 2 марта 1881 года. 21 октября 1894 года император Александр III, 2 ноября 1894 года. 4 марта 1917 года император Николай II. Командиры 9 сентября 1798 года. 12 января 1800 года. Генерал-майор князь Салагов Семен Иванович. 12 января 1800 года. 27 октября 1800 года. Генерал-майор Тумич Антон Родионович. 8 ноября 1800 года. 29 ноября 1801 года. Генерал-майор Болотников Андрей Ларионович. 13 сентября 1802 года. 24 апреля 1807 года. Генерал-лейтенант Калагриевов Андрей Семенович. 28 ноября 1808 года. 4 октября 1813 года. Генерал-майор Шевич Иван Егорович. Начало 1813. 7 сентября 1813 года. Полковник Давыдов. 7 сентября 1813 года. 17 сентября 1813 года. Полковник Трощинский Иван Ефимович. 17 сентября 1813 года. 25 января 1814 года. Полковник Коровкин Арсений Ермолаевич. 16 февраля 1814 года. 25 апреля 1814 года. Полковник Андреевский Николай Степанович. 25 апреля 1814 года. 23 мая 1822 года. Генерал-майор Левашов Василий Васильевич. 23 мая 1822 года. 17 мая 1824 года. Генерал-майор Князь Хилков Степан Александрович. 24 мая 1824 года. 1 июля 1826 года. Генерал-адъютант Левашов Василий Васильевич. 1 июля 1826 года. 23 сентября 1833 года. Полковник Барон Арбсгофин Егор Карлович. 23 сентября 1833 года. 15 июля 1839 года. Генерал-майор Хомутов Михаил Григорьевич. 25 июля 1839 года. 11 апреля 1843 года. Генерал-майор Плаутин Николай Федорович. 3 июня 1843 года. 5 июля 1848 года. Генерал-майор Барон Энгельгард Антон Евстафьевич. 5 июля 1848 года. 14 апреля 1856 года. Генерал-майор Барон Бутберг Александр Богданович. 14 апреля 1856 года. 26 ноября 1858 года. Генерал-майор Барон Винцент Героди Фердинанд Фердинандович. 26 ноября 1858 года. 4 мая 1863 года. Генерал-майор Свиты Князь Йошвиль Владимир Владимирович. 4 мая 1863 года. 4 января 1865 года. Генерал-майор Свиты Альбединский Петр Павлович. 10 января 1865 года. 15 октября 1867 года. Генерал-майор Татищев Дмитрий Александрович. 15 октября 1867 года. 21 октября 1874 года. Генерал-майор Граф Аронцов Дашков Иларион Иванович. 6 ноября 1874 года. 6 мая 1877 года. Генерал-майор Барон Мельендоров Феофил Егорович. 6 мая 1884 года. 10 ноября 1890 года. Лигель адъютант. Полковник Великий Князь Николай Николаевич Младший. 10 ноября 1890 года. 11 августа 1896 года. Генерал-майор Князь Васильчиков Сергей Иларионович. 11 августа 1896 года. 1 июня 1902 года. Генерал-майор Князь Гагарин Александр Петрович. 8 июня 1902 года. 6 сентября 1905 года. Генерал-майор Свиты Князь Инголычев Павел Николаевич. 7 сентября 1905 года. 23 сентября 1905 года. Лигель адъютант. Полковник Ременко Иван Сергеевич. 24 сентября 1905 года. 11 августа 1907 года. Лигель адъютант. Полковник Петрова Соловова. Борис Михайлович. 11 августа 1907 года. 24 декабря 1913 года. Лигель адъютант. Полковник Воейков Владимир Николаевич. 24 декабря 1913 года. 4 августа 1915 года. Генерал-майор Шевич Георгий Иванович. 5 августа 1915 года. 03. 1917 год. Генерал-майор Лившин Дмитрий Федорович. 03. 1917. 10. 1917 год. Полковник Князь Контакузин Владимир Георгиевич. 11. 1917 год. Полковник Барон Нительгурст. Виталий Павлович. Бороды лошадей в полку. До 1823 года полк был на лошадях разных мастей, но с 26 октября 1815 года Вилена была распределить лошадей в эскадронах по шерсти. В лейб эскадроне Серый, в эскадроне полковника Коровкина Вороны, в эскадроне полковника Альбрехта Рыжая, в эскадроне полковника Андреевского Серый, в эскадроне полковника Князя Бомелика Гнеды, в эскадроне генерал-майора Левашова Гнеды, Трубачи Булана и Саловы. В 1823 году повелено в гвардейской кавалерии полкам иметь лошадей по шерстям, лейб-гвардии гусарскому иметь лошадей гнидых. В 1827 году лейб-гвардии гусарскому полку иметь лошадей серых. Известные лейб-гусары. СМ. Категория. Лейб-гусары. Полковой храм. Софийский собор в царском селе. Традиции. Полковой праздник. 6 ноября. День святого Павла Исповедника. С царствования Александра I. Лейб-гвардии гусарский полк традиционно участвовал в следующих парадах. Ежегодно в день Бога явления 6 января. В день святой Пасхи. Ежегодно в начале лета и осени. На общих парадах и высочайших смотрах для всех полков гвардии. Субтитры создавал DimaTorzok